привет друзья с вами дмитрий и сегодня хотел бы показать как в таких известных видеоредакторах как adobe premiere pro sony vegas pro и прошел продюсер включить аппаратную поддержку видеокарт давайте начнем в начале с adobe premiere pro у меня вот установлена 2014 версия изначально после установки и запуска программы у нас возникает вот такое вот окошко здесь создать проект и все такие вот вещи здесь мы смотрим общие рендеринг и воспроизведение видео средства рендеринга вот у меня уже стоит аппаратное ускорение но изначально здесь будет только программное ускорение ядра ну вот здесь написано то есть изначально у вас этот видеоредактор так же как и все остальные будут использовать чисто центральный процессор для работы но чтобы включить именно помощь вашей видеокарты и аппаратную поддержку необходимо зайти в папку куда установлена программа конкретно вот adobe premiere pro заходим на диск c у меня 64 битная версия программные файлы папочка adobe дальше вот он у меня adobe premiere pro и ищем файл такой вот называется сейчас мы его найдем так gpu sniffer просто два раза нажимаем на этот файл и программа автоматом сканирует ваше оборудование и уже при следующем запуске вот это вот аппаратное ускорение будет доступно то есть мы его выбираем нажимаем ok и собственно запускаем программу в общем-то в adobe premiere больше ничего делать не надо именно вот в 14 версии для чего это нужно это нужно в первую очередь для того чтобы ускорить работу в самой программе то есть при добавлении каких-то эффектов при воспроизведении видео то есть все что угодно у вас не будет никаких не лагов не тормозов то есть все будет работать мгновенно и также при рендеринге если мы на видео наложили очень много эффектов вот это вот аппаратная поддержка аппаратное ускорение нам позволяет увеличить скорость рендеринга именно видео с уже заведомо наложенными на него эффектами если без эффектов программа все равно будет использовать центральный процессор так здесь больше вот ничего делать не надо опять же повторяю после запуска вот этого файла gpu sniffer нужно обязательно будет перезапустить adobe premiere и выбрать при следующем запуске уже наше аппаратное ускорение дальше sony vegas pro здесь тоже есть такая функция которую можно включить аппаратную поддержку заходим в настройки выбираем внизу параметры ну тут принципе видно то есть если у у вас английская версия то принципе там будет немножко по-другому но все через настройки делается параметры дальше заходим во вкладку видео вот и здесь видим такой пункт ускорение gpu то есть графическая кей процессор здесь по умолчанию вот стоит отключено мы включаем выбираем advanced micro pro device вот пятка пятка нажимаем применить окей в принципе можно также перезапустить после этого редактор уже будет галочка включена не можно вернее а нужно даже перезапустить и тоже те тормоза которые у вас были они скорее всего пропадут то есть вся нагрузка будет ложиться на вашу видеокарту дальше прошел продюсер после запуска самой программы заходим во вкладку вправка и выбираем параметры программы далее здесь параметрах программы устанавливаем галочку включить аппаратное ускорение при воспроизведении включить аппаратное ускорение при предварительном просмотре нажимаем ok это же перезапускаем программу после этого вы очень так скажем сильно почувствуете разницу если вы занимаетесь редактированием видео то есть никаких лагов никаких тормозов ничего не будет все у вас будет работать очень быстро если будете рендеринг видео делать где множество эффектов тут тоже она будет гораздо быстрее рендеринса ну принципе вот все хоть что хотел показать всем спасибо за внимание всем пока подписывайтесь на канал ставьте лайки до новых встреч